Очень много, просто какое-то колоссальное количество статей появляется с таким содержанием. Вот смотрите, у сознания есть такое свойство, например, интегрированность. Действительно, наше сознание отличается тем, что в наше поле сознания сразу интегрировано очень много информации. Отлично, давайте опишем эту интеграцию при помощи формулы. Вот моя формула. И, следовательно, все, что попадает под такое описание, все, что можно описать при помощи такой формулы, будет обладать сознанием. Вот оно действует приблизительно так. Вот мое мнение на этот счет является таким, что эти математические теории сознания – это именно квазинаучные теории. У нас, у людей, есть некоторая спонтанная вера в другие сознания. Если не будет технического прогресса, наши теории сознания не сдвинутся никуда. Для того, чтобы прогресс в теориях сознания имел место, нам нужен какой-то культурный прогресс, нам нужен технический прогресс. Существует ли субъективный опыт? Или, может быть, это всего лишь иллюзия? Вообще, может быть, и сознание – это иллюзия? А может быть, и весь окружающий нас мир – это тоже всего лишь фантом, всего лишь иллюзия? Есть ли сознание у животных? Или есть ли оно у растений? Или обладает ли им искусственный интеллект? Попробуем разобраться в этих вопросах в сегодняшнем выпуске. Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас в новом выпуске нашего подкаста «На сфера». И сегодня мы продолжим одну из наших ключевых тем – тему сознания, может быть, отчасти мышления, взаимосвязи сознания и мышления с работой мозга. И сегодня попробуем посмотреть на это взглядом философа. И наш сегодняшний гость – Артём Беседин. Артём, рад приветствовать. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Артём, прям в двух словах расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, где работаете, чтобы у нас какая-то картинка у зрителей была. Артём, я кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. Вообще я историк философии. Я работаю на кафедре истории и зарубежной философии. И я до сих пор считаю, что это моя главная специализация – это история философии нового времени. Я основной курс читаю по этой теме – это XVII-XVIII век. Но также я являюсь научным сотрудником Московского центра исследования сознания. Снимаюсь проблемами моральной ответственности и философией сознания также. Всё это, как вы понимаете, очень тесно связано. И, занимаясь одним, неизбежно приходишь к занятию чем-нибудь другим. Хорошо. Давайте, может быть, попробуем начать немножко с терминологии, потому что я заметил следующее. Обычно в англоязычных источниках, если говорят о сознании, то используют термин consciousness. Если говорят про ум, про мышление, про разум, обычный mind. Но вот как-то в последнее время часто появляется термин, особенно вот Николас Хамфри использует термин sentience. И кажется, что это как бы немножко про другое. Вот, если можно, давайте начнем вот с этого, да? Consciousness, sentience, mind. Вот как бы здесь вот разобраться? Ну, нельзя сказать, что это прям совсем про другое, конечно же. И нельзя сказать, что этот термин как-то был вброшен в дискурс совсем недавно. Кстати, вот совсем, может быть, даже наоборот. Что такое вот это sentience? Это чувствительность, способность испытывать некоторый опыт. И можно сказать, что понятие опыта – это такое генеративное понятие. Это некий род, в котором можно выделить отдельные виды. Вот некоторые философы полагают, что сознание – это просто один из видов опыта. И для того, чтобы субъективному опыту называться сознанием, ему нужно быть довольно сильно интегрированным. Ему нужно обладать в высокой степени единства, быть высокоуровневым и так далее. И некоторые философы считают, что не всякий субъективный опыт удовлетворяет такому описанию. И вот есть опыт, который может быть обрывочным, не составлять какого-то единства с другими элементами опыта. Вот возьмите, например, боль. Мы, наверное, интуитивно согласимся с тем, что довольно простые животные могут испытывать боль. Ну, насекомые, например. К этому есть некоторые эмпирические утверждения. И вот довольно правдоподобно утверждать, что насекомые испытывают боль, но в то же время у нас возникают большие сомнения, есть ли у них сознание в том смысле, как, например, его описывает теория глобального рабочего пространства. И вот в этом смысле термин «сеншенс» – чувствительность – более удобен, поскольку он менее требовательный. С другой стороны, этот термин связывает дискурс о сознании. Вот здесь, если бы я использовал англоязычную терминологию, я бы сказал «mind», то есть философия сознания в широком смысле как философия всех ментальных способностей человека. Так вот, это понятие связывает дискурс о сознании с этическим дискурсом. Вот и Еремея Бентом, знаменитый основатель утилитаризма, как-то записал ставшую хрестоматийную фразу, что абсолютно неважно, разумны ли животные, есть ли у них душа, а важно то, являются ли они «сеншен». И могут ли они чувствовать, и в частности, могут ли они ощущать страдания и удовольствия. И вот если бы мы с вами взяли литературу, которая рассматривает этические аспекты, связанные с вот этими ментальными свойствами, присущими людям или другим животным, мы бы там встретили этот термин как абсолютно стандарт. «Сеншенс» — это то, что важно для морали и этики. Но позвольте мне вернуться к тому, что я до этого говорил, о том, что чувствительность может рассматриваться как некоторый вид опыта, недостигающей степени осознанности, недостигающей степени такой интеграции, которую можно назвать сознанием. Конечно, если мы посмотрим на то, как термин «сознание» употребляют таких его, то мы должны будем сказать, что чувствительность — это уже сознание. То есть сознание в этом смысле — это вопрос «да» или «нет». Либо существо что-то переживает, либо оно вообще ничего не переживает, является зомби, у него темно внутри. Такое употребление термина «сознание» стало вполне стандартным. И вот это подтверждается тем, что вы сам этот вопрос задаете. Однако здесь я лично вижу некоторое расхождение между таким метафизическим, назовём его так, подходом к сознанию, и натуралистическим, более научным подходом к сознанию. Учёные, такие эмпирики, всегда стремятся к градуальности. Это один из главных мотивов натурализма в принципе. Вот почему теория эволюции так эффективна в плане опровержения некоторых метафизических предубеждений, метафизических представлений, наподобие того, что, допустим, жизнь — это нечто сверхфизическое, сверхмеханическое. Потому что теория эволюции и другие подобные научные теории позволяют нам найти постепенный переход, показать постепенный переход, допустим, от неживого к живому. Ну, хотя я, наверное, должен, конечно, согласиться с тем, что это остаётся проблемой до сих пор, но, допустим, возьмём этот мой пример как игрушечный некоторый пример. И учёные, исследующие сознания, тоже склонны мыслить его приблизительно в таких терминах, что переход к тому, что мы называем сознанием в полном смысле слова, в ходе эволюции произошёл постепенно. И если он происходил постепенно, должны были быть какие-то шаги на этом пути. И вот чувствительность — это один из ранних шагов, вот так можно это характеризовать, один из ранних шагов на пути к сознанию. А вот метафизический взгляд на сознание, он предполагает такие скачки. Вот как Гегель пишет, человек появился как вспышка молнии. Не было, и бац, внезапно это произошло. И вот с точки зрения метафизического такого взгляда на сознание, ну, как-то так и должно было это выглядеть. То есть в ходе эволюции появились существа, которые стали обладать абсолютно новым свойством, внезапно. И вот мне кажется, это, в общем, это всё иллюстрирует то, как термин «sensions» чувствительностью употребляется в дискурсе сегодня. Давайте в целом поговорим про Николаса Хамфри, да, вот в чём суть его подхода и какие идеи он продвигает. Николас Хамфри недавно, ну как, в 22-м году, выпустил книжку, про которую вы как раз говорите. «Sensions», у него есть одна книга, переведённая на русский язык у Хамфри, «Пыльца души». Он свои идеи развивает, несколько изменяет он свою позицию. Это вообще всегда очень хороший знак. Говорит о том, что учёный, философ ещё не превратился в бронзовую статую, а пытается как-то свежо смотреть на свои собственные идеи. Да, действительно, основная мысль Хамфри, которая проходит через ряд его работ, состоит в том, что сознание – это такой как раз продукт эволюции, чувствительность. Чувствительность предполагает наличие петли обратной связи. То есть, есть стимул, реакция. В какой-то момент на эволюционной лестнице эта петля интериоризируется, нам уже не нужно, или простым существам уже, допустим, не нужно, чтобы эта реакция обязательно следовала, в смысле того, что она должна была обязательно производиться. Мы можем её интериоризировать в том смысле, что она просто моделируется внутри при помощи нервной системы, при помощи каких-то когнитивных механизмов этого существа. И вот эта петля в ходе развития в какой-то момент превращается в очень непростой такой аттрактор. то есть, внешние стимулы вызывают у таких сложных существ, как мы, уже не просто какую-то реакцию во внешнюю среду, они вызывают такой самоподдерживающийся процесс в нашем мозге. И этот процесс распознаётся нами как... Ну вот его называют Хамфри и Псандру. Здесь, может быть, поподробнее стоит остановиться, просто пояснить это сравнение. Кстати, он его использовал в книжке «Пыльца души», а в последней он от него отказался. Я тоже, наверное, скажу почему. Вот представьте себе невозможный треугольник Пенроуза. Если вы не знаете, как его представить, можно легко его погуглить. Невозможный треугольник Пенроуза – это такой треугольник, который выглядит как трёхмерная фигура, но в трёхмерном пространстве он существовать не может. То есть, это парадокс такой. Но есть такой трёхмерный предмет, который называется григандр или григандру. Это просто фигура. Ну, как её характеризовать? Просто трёхмерный такой объект. Вы можете поставить его на стол, можете тоже фотографии в интернете поискать. Вот с определённой точки зрения этот григандр выглядит как невозможный треугольник Пенроуза. Только с определённой точки зрения. Это создаётся такая иллюзия. И вот Хамфри утверждает, что, по крайней мере, в «Полицей Дурфе», что Ипсандр, вот этот аттрактор, который имеет место в нашем мозге, создаёт подобную же иллюзию. То есть, он выглядит как нечто невозможное. Выглядит для когнитивной системы нашей как нечто магическое, волшебное. Хамфри тут не скупится на метафоры, на эпитеты. Вот потом в более поздней статье и книге, о которой вы спрашиваете, Сеншенс Хамфри говорит, что этот Эпсандру выглядит как нечто сюрреальное. То есть, реальное, но нечто такое, что даже выходит за границы реальности. Нечто сверхреальное. Вот такой смысл этому сюрреализму придаёт. То есть, Хамфри называет свою теорию сюрреализмом в отношении сознания. То есть, этот самый Эпсандру выглядит с точки зрения первого лица как феноменальное сознание, как нечто такое, что обладает свойствами невыразимости, свойствами приватности, какими-то внутренними свойствами. Кажется, что это нечто нефизическое и так далее. И вот в книге 1922 года Хамфри предлагает новую часть своей теории. Он утверждает, что этот самый Эпсандру – это довольно дорогое удовольствие. Его себе позволить могут не все. Но в то же время, раз оно дорого стоит, оно должно быть очень полезным. Для чего оно служит? Во-первых, оно служит для моделирования ментальных состояний других животных. Других особей, в первую очередь, того же самого вида. То есть, благодаря такому сложному механизму вы можете понимать, что думают другие, использовать это для предсказания, объяснения и так далее. Во-вторых, такая очень интересная мысль, мне кажется, она очень характеризует Хамфри именно как такого традиционного, классического английского ученого. Эпсандрум – это просто красиво. То есть, животные, которые обладают этим феноменальным сознанием, таким типом сознания, просто наслаждаются им. Они могут созерцать природу. Им свойственно игровое поведение. Это очень важная характеристика с точки зрения Хамфри. Но тут он почему-то очень странный такой тезис вводит. Он утверждает, что вот такую роскошь могут позволить себе только теплокровные. Ну, фактически птицы и млекопитающие. Но это странно соотносится с фактами об игровом поведении животных. То есть, я специально смотрел, я не знаю, если у кого-то дома есть черепашка, может быть, кто-то на своем опыте подтвердит это или опровергнет, но, допустим, черепахам свойственно игровое поведение. Они могут кататься с горок, например, просто ради удовольствия. Игровое поведение свойственно осьминогам, головоногам, моллюскам. Если у них в аквариуме есть, условно, мячик, который болтается на поверхности, они могут с ним играть. В общем, теория Хамфри может быть названа таким тепловым шовинизмом, если хотите. Он утверждает, что для того, чтобы быть сознательным, вам обязательно нужно быть теплым, потому что это эффективно. А вот, дескать, хладнокровные животные, они менее эффективны. Интересный, кстати, взгляд вот именно на теплокровность, потому что сейчас же масса исследований и про врановых, и про осьминогов, и много про кого. И про сознание у животных мы еще с вами сегодня поговорим. Сейчас, наверное, такой вопрос. Есть такой исследователь, его зовут Джулиан Джейнс. Он выдвинул гипотезу о том, что сознание и у людей тоже эволюционировало, и в какие-то, условно, в эпоху Гомера, насколько я помню, он этот пример приводит, у человека не было идеи о том, что его мысли вообще ему принадлежат, а была мысль про то, что в его голове разговаривают боги. А только потом, в ходе эволюции, он как будто бы на себя принял эту агентность. Вот что про это можете сказать, рассказать, что на это современная наука говорит? Вы знаете, я про Джейнса, лично про этого исследователя я не знаю, но смотрите, сразу у меня вот несколько здесь соображений. Поскольку у меня Хамфри сейчас в голове еще задержался, у него тоже есть довольно интересная такая гипотеза. Вот смотрите, Эксандрум – это красиво, но всегда ли мы считали, что это красиво? Совсем нет. Он предполагает, что в эволюции могли существовать целое поколение людей, которые не ценили, которые не ценили вот этот внутренний опыт. И это просто было для них вредно. То есть он допускает просто существование поколений самоубийц, когда значительная часть людей настолько не ценила жизнь, что она совершала какие-то безумные поступки. Хамфри, конечно, большой фантазер в этом плане, но мысль здесь довольно понятная, что вот этот Эксандр, вот этот внутренний опыт, феноменальный опыт, он получил свою ценность именно в ходе эволюции, что мы просто начали любить жизнь как некое такое красочное кино не сразу, а потому что это было нами превратено в ходе отбора. Если брать ту гипотезу, о которой вы говорите, она довольно интересная, и она соответствует некоторым, она соответствует в общем социальным теориям сознания, которые утверждают, что сознание это не просто биологический или физиологический какой-то феномен, сознание это феномен, по крайней мере, в том числе культуры, то есть по крайней мере частично культуры. Согласиться с этим, конечно, нужно, то есть спорить трудно, просто особенность этого обсуждения в том, что термин сознания очень многозначен. Биологи, исследователи сознания, которые смотрят на него с естественной научной точки зрения, конечно, прекрасно понимают, что они должны изолировать тот феномен, о котором они говорят. Но если мы смотрим на вот такое культурное развитие сознания, можем ли мы говорить об этом развитии, как о части эволюции, ну, эволюции видов? Очевидно, нет. То есть тот вид, который существовал во времена Гомера, это тот же самый вид, который существует сейчас. Это мы сами. Homo sapiens sapiens. Можно ли говорить, что сознание развилось и модифицировалось со времен Гомера до сегодняшнего дня в ходе эволюционного отбора? Сознание давало какое-то эволюционное преимущество, такое, что особи, обладающие сознанием, могли оставлять большое потомство, а особи, которые обладали каким-то недоразвитым, условно говоря, каким-то более ранним типом сознания, они оставляли меньше потомство или вообще не оставляли. Ну, это тоже мало правдоподобно звучит. То есть концепцию эволюции к этому можно применить только по аналогии. Ну, эволюция как некоторое развитие. Да, с этим, пожалуй, можно согласиться. Но вот если пытаться строить это в какой-то контекст биологической эволюции, мало вероятно. Я думаю, вы согласитесь со мной. Ну, обычно говорят, что есть как бы именно в случае с человеком есть две ветки. Да, есть биологическая эволюция, а есть когнитивная эволюция. И вот как бы в этой второй ветке все это и происходит. Причем когнитивная эволюция продолжается до сих пор. Да, это... Я опять все равно был бы не столь уверен, потому что период слишком короткий для получения таких существенных изменений. Хотя бы... Ну, в общем, я осторожно выскажусь на этот счет. То есть у меня есть сомнения. У меня есть сомнения. Вот что я хочу сказать. Хорошо. У меня сегодня такая задумка, что мы пройдемся по, возможно, самым таким нетривиальным или контринтуитивным теориям сознания, которые у нас есть. И мне хочется поспрашивать вас про Дональда Хоффмана. Да, потому что когда читаешь Хоффмана, мозг взрывается. Расскажите, расскажите. Хоффман... Вы знаете, я... Я, помню, слушал одно выступление Хоффмана. Это было на конференции в Тустане. И вот он рассказывал своей теории, и после этого ему задал вопрос... Даже не то, что задал вопрос, а вот ему просто выдану возражение Дэниел Деннет. И с этим возражением я в целом согласен. Сейчас я тогда два слова скажу вот об идее Хоффмана и о том, что Деннет ему возразил на этот счет. Вот книжка Хоффмана, она не такая старая, я не могу сказать, в каком году он вышел, она называется «Против реальности». «Case against reality», кажется, так она называется. То есть Хоффман просто заявляет с самого начала, что он в некотором роде антиреалист. И одним из тезисов его философии сознания является идея о том, что с точки зрения эволюции не требуется адекватное отражение реальности. То есть сознание – это такой инструмент по отражению окружающего мира, такое средство отражения окружающего мира, которое очень сильно этот мир искажает. И искажает оно его в соответствии с потребностями организма. Ну вот пример, который он использует. Представим себе существо, которое может выживать только при определенной температуре. Вот есть температура, условно, не знаю, 20 градусов, температура 40 градусов для этого существа уже смертельная, температура 0 градусов для этого существа уже смертельная. И нужно ли такому простому существу различать холодное и горячее? Нужно ли ему понимать, что 40 градусов – это не то же самое, что 0 градусов? Нет, не нужно, говорит Хлоу. Ему нужно понимать только то, что есть вот такие красные зоны, есть температурные зоны, которые опасны для жизни этого существа. Поэтому, условно говоря, в сознании этого существа 0 градусов и 40 градусов будут переживаться очень похожи. Даже не то, что похожи, просто одинаково. Это будет просто переживание боли. Кстати, в случае с человеком это тоже работает. Представьте себе, что вы дотрагиваетесь до очень горячего или до очень холодного предмета. Первая ваша реакция, феноменальная первая реакция, будет такая, что вы обожглись. Это будет одно и то же переживание. Правда, потом вы поймете, это было горячее или холодное. Каково мое мнение на этот счет? Во-первых, с точки зрения философии и истории философии, эта идея кажется мне очень тривиальной. Подобного рода теории были реализованы в 20 веке за долго духовным. И в 18 веке можно вспомнить каких-то философов, которые шли по так называемому пути идей в британской философии. То есть, я просто не вижу какого-то глубокого содержания в этой мысли. А вот второе, то, что как раз Деннет возразил, это то, что адекватное отражение реальности это некий предел, к которому стремится когнитивная система какого-то существа. То есть, если вы обнаруживаете, что у довольно простых существ нет такого адекватного отражения, это не означает, что у более сложных существ нет более адекватного отражения. То есть, если мы возьмем гипотетическое существо, которое не различает горячее и холодное и сравним его с нами, то мы увидим, что у нас есть преимущество. Мы различаем горячее и холодное. Для нас бывает важно отличить горячее от холодного. И вот более развитые существа стремятся к тому, чтобы адекватно отражать реальность. То есть, если бы Хоффману удалось показать, что чем дальше мы идем по эволюционной цепочке, тем дальше сознание оказывается отрывается от реальности, то это было бы интересно, скажем так. Но мне кажется, ему совершенно не удается показать. Мы видим прямо обратный процесс. То есть, более совершенные с точки зрения поведения, с точки зрения адаптации, с точки зрения познания существа боли совершенно отражают реальность. Это на самом деле деталь. Это такая часть теории Хоффмана, но она говорит о том, что я в целом о ней думаю. Но он же, он это Хоффман, я имею в виду, он же вообще говорит о том, что абсолютно все, что мы вокруг себя наблюдаем, вот я сейчас в студии нахожусь, что мне кажется, что я вижу там камеру, я вижу стол, я вижу микрофон, вижу смартфон, что на самом деле это полная иллюзия, что я вижу не более чем, ну, как бы вот ярлыки на рабочем столе, вот у него его, да, его терминология, которые, да, как-то соотносятся там с некой физической реальностью, но эта физическая реальность мне недоступна по определению никак и никогда. Знаете, да, да, ну, это вот приблизительно то, о чем я вот до сих пор говорил. Смотрите, это абсолютно тривиальный тезис с точки зрения истории философии, то есть в XVIII-XVIII веке, я упоминал, что есть только философия специализирующаяся на этом периоде, это был исходный пункт для всего философствования, который привел в конечном итоге, в кульминации этой линии развития стала кантовская философия. Канту, кстати, 300 лет в этом году, так что нельзя не упомянуть его и на нашем подкасте юбилейный год, вот 2024. Здесь просто, ну, давайте, вот две вещи, на двух пунктах я остановлюсь еще тогда поподробнее. Первое, это вопрос о реализме. Какую альтернативу хотел бы видеть Хофф? Можно задать такой вопрос. Хорошо, вот, допустим, я, ну, допустим, возьмем сладкий вкус. Можно было бы взять пример с цветом, но уже цвет возникает, цвет вызывает некоторые проблемы, потому что категория цвета уже давно введена в физику, и мы говорим о разных цветах в объективном мире. Ну, допустим, возьмем вкус, и мы должны согласиться, что ничего похожего на вкус в природе нет, вот в объективном мире нет. Сахар, на самом деле, не сладкий. Сахар – это куча каких-то молекул, и они определенным образом реагируют с нашими рецепторами. Вот у философа Хиллари Паттнома, философа XX века, есть такое очень яркое понятие, которое мне очень нравится, реализм с человеческим лицом. Альтернативой реализма с человеческим лицом является реализм с человеческим лицом. Богом. Вот если бы была, возможно, такая точка зрения, с которой мы бы видели мир, каким он есть, тогда имело бы смысл различать вот картину мира божественную, картину мира, которая представлена в абсолютных свойствах, присущих реальным вещам, и картина мира человечества. Но божественной картины мира нет. И это факт, который фиксируется в том числе современными фундаментальными научными теориями. То есть возьмите современную фундаментальную физику. Ну, как бы банально это ни звучало, наблюдение влияет на результаты, которые вы получаете при помощи этого наблюдения. То есть все, что нам доступно и все, что, по-видимому, есть, это только картина мира, доступная с точки зрения человека. Вот если бы мы спросили, как бы выглядел сахар с божественной точки зрения, что бы собой представлял сахар с божественной точки зрения, что мы должны были сказать? Мы бы видели, допустим, его молекулярную структуру, мы бы концептуально, понятийно познавали его молекулярную структуру. это тоже репрезентация. То есть это тоже репрезентация сахара с человеческой точки зрения. И в этом смысле чувство ощущения сладкого, оно не сильно отличается от какого-то, допустим, понятийной репрезентации структуры молекулярного состава сахара. То есть, когда я ощущаю сладкий вкус, я готов утверждать, что я распознаю реальное свойство сахара, только трактовать это нужно следующим образом, что вот эта сладость, она для меня репрезентирует некоторые объективные свойства сахара, которые могут быть описаны по-другому. И утверждать, что вот эта сладость, допустим, это некая иллюзия, можно только если у нас есть альтернатива для этой иллюзии. Но альтернативы-то у нас никакой нет. И, ну, в общем, я немножко не очень последовательно об этом рассказываю, но я думаю, основная идея ясна. И другой момент относительно того, как рассуждает Хоффман. Хорошо. Допустим, Хоффман такой последовательный иллюзианист. Вот у нас есть такая большая иллюзия, но какие аргументы он приводит в пользу этой иллюзии? Эволюционные аргументы. Вот это вопрос, этот момент, который часто упускается из виду. Эволюция описывает, ну, если хотите, развитие нас как вещей самих по себе, как физических объектов. То есть, когда мы переходим на уровень, допустим, биологического обсуждения, вот такого теоретического обсуждения, мы претендуем на то, чтобы описывать вещи объективно. Но если в результате этого объективного описания мы приходим к заключению о том, что наша картина мира представляет собой некоторую иллюзию, тогда мы подрываем основу нашего аргумента. Это просто порочный круг. То есть, на каком основании мы можем говорить о том, что у нас вообще есть доступ к вещам самим по себе, если уж я использую этот термин. Я не исключаю, что Хоффман может где-то эти возражения обсуждать, подобного рода возражения обсуждать, но просто я полагаю, что его теория не сильно отстоит, не сильно далеко отстоит от такого сборной солянки философских и натуралистических идей прошлых двух столетий. Вот в таком духе я бы о ней высказался. Ну, на самом деле, и не прошлых двух, если мы в какой-нибудь индуизм заглянем, то там тоже, в общем, есть и про Майю разговоры, и про все прочее. Да, это зависит от того, насколько глубоко готовы копать. Я с вами согласен. Вы упомянули термин, к которому я хотел чуть попозже подойти, но уж раз упомянули, да, иллюзионизм. Это у нас сегодня такой большой блок, потому что про иллюзионизм неожиданно несколько лет назад вдруг все заговорили, потом вроде бы опять подзатихли, вот, все поспорили над темой того, насколько это удачный термин, вот, но тем не менее, да, очевидно, сама по себе концепция, я сейчас попрошу ее рассказать, да, она, ну, контринтуитивна и уже этим интересна. Так вот, что такое иллюзионизм? Да, вот, очень характерно, что вы сразу сказали, что она контринтуитивна, и мне кажется, что это опять проблема неудачного выбора термина. Здесь много разговоров именно о слове самом действительно было и есть. Этот термин лучше, чем то, что было раньше. До этого часто говорили об эллиминативизме. Никто из философов или эллиминативистов сам себя так не называл, то есть эллиминативист это такое чуть ли не ругательное слово, то есть так называют критики своих оппонентов. Почему эллиминативизм? Эллиминативизм потому, что те, кого так называют, эллиминируют сознание, устраняют его, уничтожают. Если мы спросим, собственно, такие вопросы задавались, люди так изучали, если мы спросим, например, Патрисия Чорчланд или Дэниела Деннета, эллиминируют ли они сознание, они ответят нет. Они понимают сознание просто по-другому. А как они его понимают? Вот Кит Франкер в 2016 году написал статью «Иллюзионизм как теория сознания», и вот все вдруг поняли, а, точно, мы понимаем сознание как некоторую иллюзию. Но с иллюзией свои проблемы начинаются, потому что если просто кому-то об этом сказать, вот человеку, который не занимается специально философией сознания, реакция будет приблизительно такая, что же, вы хотите превратить весь мир в иллюзию? Ну, нет, иллюзионисты стремятся не к этому. Хотите ли вы сказать, что сознания нет? В определенном смысле да, но только в строго определенном смысле, и этот смысл нужно понять. Просто контринтуитивность возникает из следующего смешения. Когда я говорю, что сознание это иллюзия, кажется, будто я утверждаю, что когда я просыпаюсь, я не вижу солнечный свет за окном, птиц, я не чувствую вкус кофе, который я пью за завтраком. Иллюзионисты чувствуют вкус кофе, иллюзионисты видят свет и слышат птиц. Они говорят нечто очень конкретное. Дело в том, что в философии сознания на протяжении последних десятилетий очень прочно закрепилось понятие феноменального сознания или квалия. И множество теорий утверждает то, что квалия, вот этот феноменальный опыт, то, каково это быть в таком состоянии, краснота красного, часто говорят. Так вот, квалия должны некоторым образом быть прибавлены к антологии. То есть, у нас есть наш физический мир, и в этот физический мир нужно встроить какую-то новую сущность. Как ее встроить? Один из вариантов это ее как-то добавить. Вот, допустим, дуализм свойств Чалмерса или панпсихизм. Вот эти теории утверждают, что феноменальные свойства или протофеноменальные свойства, детали уже есть, они просто присущи каким-то фундаментальным вещам в мире. Допустим, они могут быть присущи элементарным частицам, они могут быть присущи взаимодействиям между частями, между какими-то элементами мира. Есть другой подход, который утверждает, что квалия тождественны просто физическим вещам. вещам, я имею в виду в самом широком смысле, они могут быть тождественны физическим процессом, они могут функционально как-то тождественны, тождественны функциям выполняемым, реализуемым физическими объектами и так далее. Так вот, иллюзионизм это подход, который утверждает, что нет такой сущности, которую нам нужно к чему-то добавлять. просто нет квалия. Это не контринтуитивно. Это очень важно отметить. Если вы спросите себя или спросите человека с улицы, как выражаются не только философы, но и ученые, человек, который не занимается этим специально, спросите, что он видит, когда смотрит на красный помидор. Он скажет, это помидор, я вижу красный помидор. Собственно, все, что я вижу, это и есть красный помидор. Красный помидор – это объект в мире. Это не предмет, болтающийся где-то в какой-то бестелесной реальности или что-то в этом роде. И вот доказать человеку, или не просто доказать, я имею в виду, объяснить человеку, что такое квалия, что такое краснота красного, в отличие от красноты помидора, будет очень сложно. Я думаю, все, кто преподавал философию сознания, все, кто читал эти работы, читал Чалмерс, работал философию сознания, сталкивался с этой проблемой. Что такое вообще квалия? Откуда они берутся, зачем они нужны? У них есть своя история, у этих свойств, у квалитативных свойств есть своя история. они имеют в качестве своих предков так называемые sense data, чувственные данные. Теория чувственных данных существовала, развивалась в первой половине XX века, но от нее довольно быстро отказались, она просто не выдержала критики. И вот современные квалии это такие наследники чувственных данных, наследники субъективных переживаний, которые отличаются от физических состояний, от объектов воспринимаемых, от поведения, от реакции, от чего угодно. То есть абсолютно самостоятельная сущность, которая составляет, иногда говорят, ментальную краску. То есть та краска, которая разукрашивает сознательное кино, предстающие перед вашими глазами, когда вы бодрствуете. Вот так это можно характеризовать. Что предлагают иллюзионисты? Что утверждают иллюзионисты? Я бы здесь использовал на самом деле немножко другие термины для характеризации этой позиции. Я бы думал над тем, как можно иллюзионизм по-другому назвать. Мне, например, нравится такая характеристика как строгий натурализм. Что значит строгий натурализм? Это утверждение, что мы строго придерживаемся современных научных данных. Здесь важна строгость, потому что если мы спросим дуалистов, если мы спросим квалии реалистов, сторонников квалии, которые ожидают, что их нужно включить в антологию, являются ли они натуралистами, они скажут, да, мы тоже натуралисты. Вот Чалмерс называет свою позицию натуралистический дуализм. Но это натурализм в таком широком смысле. Это натурализм не строго соответствующий современной науке, а натурализм, который в общих чертах соответствует натуралистическому складу мышления. То есть мы не добавляем к реальности сверх естественных свойств. Все, что у нас есть, это некоторые естественные свойства. Так вот, иллюзионисты станут утверждать, что мы должны следовать нашим лучшим научным теориям, которые имеются на столе прямо сейчас. Что нам дают эти теории? Эти теории не дают нам квалия как элементы мира. Вот наши лучшие научные теории нам скажут, что существуют кварки, существуют атомы, элементарные частицы. В общем, есть некий набор сущностей, которые эти теории постулируют или экспериментально доказывают их существование. Мы соглашаемся с тем, что они есть, потому что мы натуралисты, мы верим в науку, но в то же время мы утверждаем нечто вроде ничего больше. То есть мы не добавляем никаких дополнительных сущностей в мир. И вот иллюзионисты полагают, что современные научные теории действительно не имеют квалия в качестве элемента мира. они не утверждают, что квалия являются элементами мира. На этот счет есть дискуссия, есть попытки доказать, что науки о сознании, когда они в принципе говорят о сознании, они говорят о феноменальном опыте, о квалии. Ну иллюзионисты, понятно, приводятся документы против того, что они говорят об этом. Но что могут сделать естественно научные исследования сознания? Они могут нам показать, как получается, что мы верим в существование квалии. То есть именно с точки зрения теории схемы внимания мы можем показать схему, которая очень конкретно реализована в мозге, которая заставляет нас интерпретировать информацию доступную в нашей когнитивной системе таким образом как будто существуют вот эти невыразимые нефизические внутренние приватные свойства. Вот все то, что характеризует квалии. И вот иллюзионисты утверждают, что нам нужно принять вот эту опцию. То есть вместо того, чтобы утверждать, что квалия существует как некоторое дополнение к миру, нам нужно удовлетвориться объяснением того, а почему мы верим в то, что квалия существует. Я уже сам этот факт поставил под сомнение, если вы помните. Но тем не менее дадим должное силе этой иллюзии, действительно, мы можем согласиться с тем, что нам кажется, что есть какая-то краснота красного, сладкого и тому подобное. Позиция квалии реалистов, позиция тех, кто считает, что есть финальное сознание, связана с очень сильными эпистемическими допущениями. То есть допущениями, связанными с познанием квалии. Например, они утверждают, что у нас есть некий безошибочный доступ к квалии. То есть если я вижу красное, допустим, я могу ошибаться в том, есть ли красный предмет. То есть допустим, красный помидор может быть галлюцинацией. Но я не могу ошибаться в том, что я вижу красный. Это абсолютно достоверно. И еще они утверждают, ну, по крайней мере, некоторые из них утверждают, что у нас есть доступ к сущности этих свойств. Так называемый тезис откровения. Когда я наблюдаю красный предмет, я еще и знаю, что такое красное. Безошибочно знаю, что такое красное. Не просто то, что оно есть, но еще и что это есть. И вот иллюзионисты обращают внимание на необычность, если мягко говорить, необычность этих утверждений. Если мы возьмем другие случаи нашего познания, где-нибудь, хоть когда-нибудь мы сталкиваемся с такой безошибочностью, нет ничего подобного. Все наше познание сопряжено с некоторым риском ошибки. это хорошо исследовано в эпистемологии, это просто некое такое общее место, можно сказать. А вот именно при интроспективном познании, при познании своих ментальных состояний, у нас есть некоторая безошибочность. И вот иллюзионисты, мне кажется, что это самый сильный долг против иллюзионизма. Иллюзионисты утверждают, что интроспекция, познание своих внутренних состояний, тоже может быть подвержена ошибкам. Очень странно это отрицать. То есть человеческие познавательные способности несовершенны. Мы можем ошибаться относительно наших внутренних сознательных состояний. И вот здесь возникает такой выбор. С одной стороны, мы можем признать, что наша способность интроспекции безошибочна, безгрешна. И тогда нам нужно изменить все наши фундаментальные представления о мире фактически. Нам нужно очень серьезно пересмотреть наш взгляд на природу. Либо мы можем допустить, что интроспекция иногда ошибается, есть какая-то вероятность ошибки. И тогда мы сохраняем все наши представления о мире, лучшие научные представления о мире, и утверждаем, что наша вера в квалия, вот это переживание внутренних феноменальных состояний, результат ошибки интроспекции. И вот иллюзионисты отдают предпочтение этому второму варианту. Здесь играет важную роль консерватизм, консерватизм как приверженность современной научной теории. и здесь играет важную роль критика интроспекции, то есть утверждение о том, что интроспекция не может быть безошибочной, не бывает у нас безошибочной безгрешной способности. Вот если мы эти два тезиса совмещаем, мы получаем иллюзионизм как наиболее вероятное объяснение сознания. С другой стороны, это ведет нас к так называемой проблеме иллюзии, возникает необходимость объяснить, почему иллюзия квали, иллюзия феминального сознания такая сильная, откуда она берется, какое значение она имеет с точки зрения эволюции, но очень важно, что все эти вопросы относятся, если использовать Чалмерсовскую терминологию, к легким проблемам сознания, к тем проблемам, которые могут быть решены средствами современных наук. Непростая история с иллюзионизмом все-таки, потому что я сейчас внимательно слушал, и в голове все равно крутятся какие-то вопросы, и почему-то вспомнилась картинка, может быть, вы ее видели, по-моему, она из Антарктиды, там очень красивый то ли рассвет, то ли закат, стоят пингвины, и очевидно, что они стоят и любуются, ну, по камере так хочется думать, да, вот, и тут же возникает вопрос, а вот, может быть, у них тоже есть там, да, квалия, и они там, у них есть какое-то пингвинское проживание рассвета. Да, я думаю, что, скорее всего, есть. Здесь вот не очень хорошую службу иллюзионизму сыграла его связь с старыми элементивистами, так скажем. Все-таки, когда Франкиш вынес вот это знамя иллюзионизма, он сделал очень правильно, то есть нужно было дать какой-то новый старт этой теории, нужно было придать ей свежее дыхание какой-то крови. И получилось все не совсем так. Вот это знамя иллюзионизма тут же встал, например, Даниэл Деннет. Вот Деннетовская идея о том, что у сознания есть такой очень мощный культурный пласт, такая культурная подоплека, она довольно быстро стала ассоциироваться с иллюзионизмом. Иллюзионисты не утверждают, иллюзионисты не обязаны утверждать, так я скажу, иллюзионисты бывают разные, они не все утверждают, что для того, чтобы имело место сознание, необходимо, допустим, быть способным выносить суждения у сознания, быть способным выносить хоть какие-то суждения, не обязательно быть существом с когнитивной системой наподобие человеческой. Мне вот очень нравится теория Гарциана, теория схемы внимания, она объясняет, ну вот она объясняет, зачем сознание нужно с точки зрения эволюции, то есть я давайте в двух словах скажу, в чем состоит эта теория, я думаю, все знают, что в нашем мозге есть некоторая модель тела, и эта модель может не всегда эффективно работать, она не всегда может хорошо отражать то, что происходит с нашим телом, допустим, есть в этой модели такая часть, которая репрезентирует руку, и представим себе, что человек потерял руку, хорошо описано в литературе, известны просто в повседневной жизни такие случаи, когда человек, потерявший руку, испытывает фантомные переживания, фантомные боли, у него есть фантомная конечность, почему, потому что руки нет, а модель осталась, и вот Грациану утверждает, что у нас есть, кроме модели тела, еще и модель такого процесса, как внимание. Внимание это приоритизация одних задач над другим, то есть у нас ограниченный ресурс, и нам нужен такой механизм, который будет регулировать расход этого когнитивного ресурса, и этот механизм должен быть достаточно эффективен, чтобы тратить наши когнитивные ресурсы на самое нужное. Вот мы таким образом внимание перераспределяем, его фокусируем то на одном, то на другом. Оно не обязательно на одном должно фокусироваться, то есть внимание в этом смысле именно распределяется, есть задачи, на которые тратятся меньше ресурсов, есть задачи, на которые тратятся меньше ресурсов. И вот этот процесс сам также смоделирован в нашем мозге, и эта модель имеет очень важные полезные свойства. Зачем она вообще нужна? Она нужна для того, чтобы управлять вниманием. Но все-таки согласитесь, управление вниманием, управление нашими когнитивными ресурсами, это очень важная задача для таких развитых существ, как мы с вами, например. И еще эта модель позволяет нам репрезентировать, моделировать состояние других людей, тоже для социальных существ, наподобие нас, это очень-очень важно. И здесь нет места какой-то, я хотел сказать, нет места какой-то культуре, нет места культуры здесь все-таки есть, но в базовом самом описании, на таком базовом уровне эта модель является просто независящей от культуры, она появляется в результате эволюции, и она тоже претерпевает некоторые изменения в ходе эволюции, и мы вполне можем согласиться, что у других видов такая модель внимания тоже присутствует, то есть птицы это достаточно совершенные существа для того, чтобы предполагать наличие у них подобного рода схем. Так что иллюзионизм совершенно не обязательно должен ввести к таким выводам, что только человек обладает подобного рода иллюзиями, подобного рода сознанием, вполне допустимо, что и другие виды обладают. Мне тоже очень нравится концепция Майкла Грациана, которая так еще довольно пафосно называется теория сознания, по камере книжка так называется. Я-то так понял, что он говорит следующее, что внимание это механизм распределения сейчас компьютерным языком скажу, внимание это механизм распределения вычислительных мощностей. На что больше всего сейчас нужно направить вычислений производимых разной вариации мозгом мозгом и телом и так далее. И что еще интересно, что у Грациана полностью утрачивается необходимость в таких терминах, как, например, подсознание или бессознательное. Их вообще там нет. Я думаю, их там нет не потому, что утрачивается потребность. Все-таки теория Грациана основывается на теории глобального рабочего пространства. То есть теория Грациана это такая надстройка над теорией глобального рабочего пространства. Вот это, кстати, ее тоже, на мой взгляд, большое преимущество, потому что теория глобального рабочего пространства это наша лучшая научная теория сознания на сегодня. А вот расскажите про неё. Давайте я сейчас как раз так и перейду к разговору о теории глобального рабочего пространства. Смотрите, сама эта теория глобального пространства предполагает, что очень много задач, большая часть задач или вычислений, используя ваше выражение, осуществляется бессознательно. То есть как раз таки она предполагает эти бессознательные процессы как необходимые условия сознания. В чём она собственно состоит? Автором её является Бернард Барс, он её разработал в 80-е годы, и она наследует некоторым идеям модульной теории сознания. Модульный подход к сознанию предполагал, что за осознание какой-то информации, каких-то процессов, проходящих в мозге, отвечает отдельный модуль. Вот это подход, который можно назвать локалистским. То есть есть условный центр сознания в мозге. А Барс предложил глобалистский подход. В чём наследие модульной теории сознания? Барс не отрицает существование отдельных модулей. Есть какой-то модуль, который отвечает за зрение, есть модуль, который отвечает за другие перцептивные модальности, за принятие решений, за что угодно. То есть это зависит от деталей уже. То есть модулей много. А вот модуль, отвечающий за сознание, как такового нет. И вот отдельные модули изолированы друг от друга, и они поставляют, дают и получают информацию. И вот куда они её дают и откуда они её получают? Они её как раз выдают в это глобальное рабочее пространство. Или, иначе говоря, они вещают информацию на все модули. Так вот это характеризуется. Здесь возникает такой вопрос. Вот это глобальное рабочее пространство, его как нужно понимать? Такие возражения против Барса сразу появились, что тогда получается, что если это какое-то пространство, то это модуль. Но его идея состоит в том, что глобальное рабочее пространство – это и есть вещание, вот broadcasting. То есть радиопередача такая, которая идёт от конкретного вещателя сразу всем. И дальше получается такая ситуация, что есть у нас много вот этих модулей, и каждый из них выдаёт поток информации в общую какую-то, вот в это общее пространство. И эта информация должна пройти через так называемое бутылочное горлышко. Как раз здесь задействуется внимание, то есть задействуется механизм выбора того нашего, по какому пути дальше обрабатывать эту информацию. И это определяет то, что будет дано в качестве фидбэка отдельным модулям. То есть, например, вот у вас есть масса сведений, поступающих от отдельных модулей. Вот вы сейчас, допустим, сидите на стуле и ведёте подкаст. При этом ваш мозг получает информацию, не знаю, о фоновом шуме каком-то минимальном. Получает информацию о запахе, который присутствует в студии или чем-то подобном. Но эта информация не проходит через бутылочное горлышко. То есть сейчас ваше внимание сконцентрировано на том, допустим, что я говорю, или на ведении подкаста. И именно она транслируется назад. Именно она определяет то, как отдельный модуль функционирует. Ну, условно говоря, куда вы смотрите, что вы слышите и так далее. Глобальное рабочее пространство в этом смысле это такая глобальная доска в аудитории. Сидят отдельные такие. Модули за партами. То, что им всем доступно, это то, что есть на доске. И та информация, которая руководит ими, по крайней мере, в определенной степени, это информация, которую они берут с доски. Это в философском плане было описано Деннетом. Ну, я вот, правда, не знаю, в чем здесь основная послуга Деннета, кроме того, что он метафору такую придумал. Вот он говорит, что сознание – это cerebral celebrity. Такая мозговая знаменитость. Это метафоры, которые описывают его теорию славы в мозге. То есть представим себе множество вот этих процессов, которые протекают в каждом отдельном модуле. Каждый отдельный модуль выдает какой-то свой поток информации. И между ними возникает конкуренция. И в этой конкуренции есть победитель, который получает все. То есть он завладевает внимание. И вот победитель никогда не может быть победителем навсегда. То есть процесс этот постоянно протекает. И вот на какое-то длительное, может быть, время, на какое-то короткое время один из процессов захватывает фактически все ресурсы, подавляющая часть ресурсов мозга. А через секунду уже другой процесс побеждает в этом соревновании. И вот Барс, во всяком случае, те, кто философски интерпретирует его теорию, утверждают, что это и есть сознание. Здесь есть ряд дальнейших настроек. Допустим, Станислав Сдиан или Дихаен, его, как кажется, правильнее нужно произносить. Он дорабатывает теорию глобального рабочего пространства. Он утверждает, что сознательные ресурсы тратятся на выполнение нетривиальных задач. То есть если вы сталкиваетесь с какой-то задачей, и она у вас становится через некоторое время автоматической, то она не захватывает уже этого внимания, не захватывает вычислительный ресурс. Ну, мне эта теория, наверное, да, у него очень много эмпирических подтверждений, но мне эта теория кажется не слишком какой-то яркой, что ли. То есть здесь нет какого-то прям сильного, хорошего нововведения по сравнению с Барсовской теорией. А теория схемы внимания, она добавляет такое нововведение, оно мне кажется очень убедительным. Эта теория утверждает, что для того, чтобы, собственно, появилось сознание, вам нужна еще одна высокоуровневая репрезентация. То есть у вас есть схема внимания, которая еще следит за этим процессом. То есть не просто у вас есть автоматически работающее глобальное пространство, у вас есть еще механизм над этим пространством, который позволяет как-то контролировать то, что в нем происходит. И это дает вам уже более полноценную картинку сознания. Так, хорошо. Мне кажется, у нас разговор про разные теории сознания не будет даже частично полным, если мы не вспомним про концепцию Танони. Давайте вспомним про Танони, тем более, что есть разные взгляды на него. Некоторые говорят, что вот это максимально научно подобная концепция. Некоторые, наоборот, ругают Танони. Вот давайте про Танони чуть-чуть поговорим и двинемся в иные формы сознания. Да. Ну, мое мнение относительно Танони близко к мнению, которое высказал о Доне Хоффмане. Я полагаю, что теория Танони это, знаете, я не хочу сказать, что она вот неверна, да. Я хочу сказать, что она не про то. Ну, что-то не то с этой теорией, что-то не так вот к ней. Почему? Что утверждает эта теория? Теория интегрированной информации. Множество следователей сознания обращают внимание на то, что сознание связано с очень сложным устройством мозга, с очень сложным устройством того, на чем это сознание реализовано. И вот Танони с таким каким-то маниакальным упорством защищает идею, что одного только этого фактора, одной только сложности достаточно для того, чтобы имело место сознание. То есть, если система просто устроена очень-очень сложно, значит в ней уже есть сознание. Это все описано довольно развернуто. У этого есть некоторая математическая модель. То есть, сложность здесь подразумевается вполне конкретно. Она там описывается в кормулы. Большая фи, вот эта функция называется. И какие вопросы здесь возникают? Во-первых, возникает вопрос относительно того, как именно Танони связывает сложности сознания. Он связывает это при помощи постулата. Он его называет central identity, центральная идентичность. Он просто говорит, что такая структура, определенная концептуальная структура, мы ее называем, она просто идентична феноменальному опыту. Это не научный тезис. Это философское дополнение к некоторой теории. И, кстати, в прошлом году ряд авторов, около сотни исследователей, подписали письмо о ненаучности теории Танони, теории интегрированной информации. это может быть отдельный такой предмет. Если интересно, я могу порассуждать на эту тему, если вам интересно. Среди подписантов был, в том числе, и Деннет. Нужно отметить, что само это письмо было инициировано совершенно ненаучными факторами. Дело в том, что в прессе в Америке стали появляться статьи, сообщения о том, что теория Танони это победившая научная концепция сознания. Все ее придерживаются, она истинна и так далее. Пресса, в принципе, довольно воляно интерпретирует достижения науки, как мы с вами знаем. Что только журналисты не напишут ради рейтинга. Но почему-то это вызвало вот такую реакцию. Достаточно много уважаемых ученых и философов подписали это письмо, и в том числе мотивация была связана с тем, что эта теория ничего не предсказывает, ничего не объясняет. В принципе, в определенном смысле я с этим согласен. Теория интегрированной информации это действительно философская теория сознания. Она претендует на добавление к миру тех самых квали. то есть ее задача не объяснить, допустим, как сознание появилось в ходе эволюции. Ее задача объяснить антологический статус квали, антологический статус философсионального сознания, какое место оно занимает в мире. Но в то же время теория интегрированной информации имеет очень наукообразную структуру. Она очень наукообразно выглядит. Вот это мне кажется такая повальная болезнь, если хотите, современных подходов к сознанию. Именно наукообразность, за которой часто мало что скрывается. Что я под этим имею в виду? Если мы посмотрим на теорию сознания, скажем, на теорию сознания, которая претендует на некоторую научность, мы можем выделить два таких полюса, то есть спектр два полюса. Один, на одном полюсе будут, назовем эти теории биологические, биологические теории сознания. Вот, допустим, теории, которые мы обсуждали до сих пор, теория глобального рабочего пространства, теория схемы внимания, они тяготеют к этому полюсу. А вот на другом полюсе будут математические теории сознания. Очень много, просто какое-то колоссальное количество статей появляется, таким содержанием. Вот, смотрите, у сознания есть такое свойство, например, интегрированность. Действительно, наше сознание отличается тем, что в наше поле сознания сразу интегрировано очень много информации. Отлично, давайте опишем эту интеграцию при помощи формулы, вот моя формула, и, следовательно, все, что попадает под такое описание, все, что можно описать при помощи такой формулы, будет обладать сознанием. Утаноний действует приблизительно так. Вот мое мнение на этот счет является таким, что эти математические теории сознания это именно квазинаучные теории. Это теории, которые, во-первых, имеют очень маленький, очень незначительный такой эмпирический базис, то есть сравните условно исследования Барса, когнитивных исследователей типа Дехаина, и сравните рассуждения, часто абсолютно априорные какие-то рассуждения, Таноний, сейчас приходит в голову, но в общем есть много-много таких авторов. И к тому же эти теории включают обязательно философский тезис. Они включают тезис, согласно которому система описываемой формулой обладает сознанием. Почему? Почему мы этот тезис принимаем? Абсолютно безосновательно. Этот тезис просто постулируется. То есть на мой взгляд научная теория сознания должна быть обязательно эволюционной теорией. То есть это теория, которая должна быть ближе к биологическому полюсу. И вот после того, как у нас будет какой-то будет хорошее понимание биологии как чего-то довольно высокого уровня. Мы может быть сможем применить математический аппарат. Мне кажется это похоже на то, что происходило в более общем плане биологии. Теории эволюции, другие теории, они появились как качественные теории. У них не было математического аппарата. А потом с развитием соответствующих теорий мы стали в состоянии количественно что-то исследовать. И я думаю, что подобное стоит ожидать в отношении сознания. Давайте разберемся с физиологией, биологией. И если получится к этому применить какие-то формулы, как-то что-то посчитать, замечательно. А может и не получится. Давайте теперь попробуем сходить в другую такую большую сферу, связанную с панпсихизмом и с анимализмом. Буквально сегодня слушал свежее интервью очень нравящегося мне исследователя, который зовут Йоши Бах. Он в принципе из сферы искусственного интеллекта, сферы когнитивных наук, но я как только выходит новое интервью всегда стараюсь слушать. И чем меня удивило то, что я слушал сегодня, он там очень-очень хвалит анимизм. Сейчас я отдельно попрошу вас рассказать про то, что это такое, чтобы у нас была картинка. Но анимизм это вера в духов, духов природы в частности. И он говорит следующее. Ребята, вот посмотрите, мы ведь можем себе представить, что наше тело, наш организм, это какая-то совокупность системы клеток, которые управляют определенное программное обеспечение. Программное обеспечение в кавычках. Вот пока оно им управляет, мы живем. Потом оно перестает им управлять, управление этими же клетками, этими же веществами, перехватывает другое программное обеспечение, тело распадается, преобразуется в минералы, еще во что-то, еще во что-то. И таким образом получается, что мы можем описать все происходящее в природе, в мироздании, как постоянное взаимодействие разных программных продуктов. Он говорит, слушайте, а вот это не то же ли это самое, что анимизм, что послушаем мы там японский синтоизм, все одушевлено, есть духи горы, рек, вполне конкретного ручья, съездим на Бали, там нам то же самое примерно расскажут, а здесь как будто бы возникла идея того, что можно перепонять вот этот концепт, но совсем с другого ракурса. Вот что думаете? Класс, я думаю, очень замечательная мысль. Меня это в первую очередь наводит на такие культурные размышления. Знаете, есть такое представление, что технологический прогресс, он идет очень сильно впереди культурного прогресса. И вот сама эта идея, не случайно упоминается Бали, японский синтоизм, представление, а сама эта идея, она укоренена в прошлом, то есть это идея не 21 века, так скажем. И я говорил, что я исследую философизмного времени, я специализируюсь на Беркли. Беркли это идеалист и материалист 18 века, философ. И это, знаете, то, что сейчас я услышал, прям великолепно ложится на некоторые мысли этого религиозного философа, то есть он был епископом и так далее. Другое культурное наблюдение такое, что мы применяем к естественным феноменам метафоры наших лучших научных достижений. Вот если бы мы оказались с вами в 17 веке, мы бы столкнулись с таким представлением, что мир это число механизм. Механизм это лучшее, что у нас есть, самые совершенные достижения нашего разума. А сейчас программы, компьютеры это то, что находится на острие прогресса и мы применяем их к... Не-не, уже компьютеры устарели, сети, сети, гиперсети. Вы сказали о программном обеспечении, здесь интересно, что он имеет в виду. Наверное, не классические же программы он имеет в виду. Ну, он и он вообще с слова вычисления вслед за фон Нейманом и вот этим всеми кустом ученых он трактует как любое преобразование одного состояния в другое состояние. Компьютинг это не тот компьютер, который у нас на столе стоит. Это в принципе способна система более-менее прогнозируема перейти из одного состояния в другое состояние. Соответственно, программное обеспечение это то, что управляет вот этим переходом сменой состояний. Да, я что-то подобное и предполагал. то есть вообще существуют философские теории компьютер вычислительные теории сознания. Там тоже довольно разработанная область, но как бы я на это отреагировал? Нужна хорошая методология. То есть у нас, у людей, я думаю, у очень многих других видов есть некоторая спонтанная вера в другие сознания. Это как раз можно назвать анимизмом. Вот я, кстати, о панпсихизме, конечно, знаю в современной философии сознания, но анимизм в современной философии сознания я встречаю впервые. То есть мы склонны приписывать сознание очень многим вещам, у которых, ну, давайте вот исходить из такого пункта, у которого их нет. То есть анимизм как раз это и делает. Мы приписываем сознание рекам, горам, я не знаю, деревьям, чему угодно. То есть вопрос, который вы поднимаете, а вдруг есть? То есть почему вдруг есть? Потому что, допустим, в каком-то куске материи, возьмем там камень, условно, протекают вычислительные процессы, которые очень близки к вычислительным процессам, которые, допустим, протекают в нашем мозге. Это приводит нас к аргументу тривиальности вычисления, так называемого, у серва. Он есть, и у серва он сформулирован. То есть здесь просто вопрос в том, где находится точка опоры, что мы принимаем в качестве здравого смысла. То есть если мы считаем, что для какого-то процесса, для сознания достаточно какого-то вычисления, то мы просто приходим к контринтуитивному выводу, что всего есть сознание. Просто я могу наставить на том, что это противоречит всем интуиции. Это не может быть истинно. Но ладно, здесь важна методология. Вот о чем я хочу сказать. Методология неизбежно будет устроена приблизительно таким образом. Есть существа, о которых мы точно знаем, что они не сознательны. Лучше, чем у человека, мы этого не знаем. Для того, чтобы выяснить, является ли что-то другое сознательным или нет, нам нужно как-то перенести что-то с человека на это другое. И вопрос теперь состоит в том, что мы будем переносить и как мы будем переносить. Есть несколько типов подходов к этому. Вот такой исследователь Джонатан Бирч разделяет по крайней мере три типа подхода. Есть theory heavy, тяжелый теоретический подход. Есть легкий теоретический подход и есть теоретически нейтральный подход. Начнем наверное с наиболее понятного теоретически нейтрального подхода. Тест Тьюринга это пример как раз теоретически нейтрального подхода. Мы утверждаем что для того чтобы обладать сознанием достаточно поддерживать разговор. То есть способность поддерживать разговор это достаточный признак обладания сознанием. Для того чтобы это работало нам не нужна никакая теория сознания. Мы не углубляемся в детали почему это глобальное пространство рабочее какая-то интегрированная информация. Неважно. Просто если функция реализуется то этого достаточно. Теоретически нейтральный подход по-видимому теряет свою силу. То есть если действительно сконцентрируемся на тесте Тюринга если действительно 50 лет назад 60 лет назад люди верили в то что машина способная говорить и будет обладать сознанием сейчас у нас есть такие машины у нас есть очень большие сомнения насчет того что они обладают сознанием. теоретически тяжелый подход предполагает перенос теории сознания с человека на другие вещи. Допустим глобальное рабочее пространство. Мы утверждаем что для того чтобы у какой-то системы у чего-то было сознание нужно чтобы там было глобальное рабочее пространство. При этом неважно как работа этого механизма связана с поведением. Обратите внимание мы можем сказать так что мозг допустим вынутый из черепной коробки помещенный в питательный раствор соединенный жизнеобеспечивающими приборами будет реализовывать сознание если там будет реализован этот механизм глобального рабочего пространства. При этом мозг будет абсолютно изолирован. это будет такой остров осведомленности Island of Awareness Тимоти Бэйн такое понятие использует. Есть некоторые сомнения в том что это будет так есть теории сознания которые в принципе предполагают взаимодействие со средой то есть у вас не будет сознания если вы будете мозгом в банке. Вот подход Йоши Бах правильно этого лектора как раз является теоретически тяжелым. То есть он утверждает следующее что для наличия сознания достаточно чтобы в системе протекали определенные процессы и не важно как эта система воплощена то есть вообще она является живым организмом или нет неважно как эта система взаимодействует со средой неважно как эта система революционировала вот просто протекание процессов достаточно я не буду опираться на какую-то конкретную теорию чтобы это критиковать я просто методологически поясню почему у меня возникают сомнения в этом сомнения возникают на следующем основании что этот подход максимально довольно далеко отводит нас от нашего прадигмального случая вот смотрите если мы возьмем человека и мы верим в теорию глобального рабочего пространства мы утверждаем что человек обладает сознанием потому что у него в голове реализуется глобальное рабочее пространство возьмем компьютер на котором реализуется глобальное рабочее пространство компьютер который не взаимодействует с миром будем ли мы уверены в том что эта машина обладает сознанием Нет, не будем, потому что мы постулировали, что для того, чтобы компьютер, чтобы что-то обладало сознанием, достаточно глобального рабочего пространства, и не нужно взаимодействовать со средой. А человек-то взаимодействует со средой. То есть это удаляет нас от случаев человека, то есть делает менее вероятным то, что у изолированного какого-то объекта будет сознание. А теперь мы еще больше удаляемся. Мы берем объект, который не только со средой взаимодействует, просто там вычисления протекают, который еще и не реализует какую-то конкретную схему вычислений. То есть позиция Баха, как я понимаю, состоит не в том, что на любом субстрате протекают конкретные вычисления, вычисления конкретного типа. Его позиция состоит в том, что вытекают вычисления вообще, хоть какие-то. А это нас еще дальше удаляет от случаев человека и вызывает у нас, ну, по крайней мере, у меня еще большее сомнение. Ну, вот Джонатан Бёрджем сам предлагает еще теоретически легкий подход. Ну, я не знаю, имеет смысл. Можно о двух словах, но мне еще очень хочется спросить. Вот вы, когда я про Ешебаха рассказал, вам понравилось, вы упомянули подход Беркли, если я правильно расслышал, которого вы изучаете. Да, вот интересны параллели. Интересны параллели. Беркли – это самый известный материалист, то есть он считает, что вообще физический мир представляет собой просто набор восприятий, и нет никакой субстанции за пределами этого физического мира. Вы знаете, вот Хохман – это современный такой. Беркли, правда, несостоятельный. Вот Беркли гораздо более последовательный, чем Хохман. И вот у Беркли есть такие рассуждения насчет того, кто управляет пауками и пальцами пианиста во время виртуозной игры. И его ответ будет таким, что это Бог, что это не конечный дух, не индивид, не человек управляет, а тот дух, который управляет всем остальным. И вот интересно узнать, не ведет ли к чему-то подобному Йоши Баха. Потому что от панпсихизма на самом деле один шаг до пантеизма. То есть утверждение о том, что все обладает сознанием, легко переходит в утверждение о том, что Вселенная составляет какой-то субъект. То есть это единое какое-то сознание. Кстати, нечто подобное утверждает Филипп Гофф. Вот его версия панпсихизма – это панкосмопсихизм. Он считает, что, собственно, субъектом сознания является весь мир, а мы – это куски этого сознания. Наше сознание – это куски этого сознания. Я лично рассматриваю это как, как это поприличнее назвать, ну, своего рода интеллектуальные забавы. То есть просто они полезны, они, безусловно, полезны. Мы находим интересные аргументы, аргументы, которые стоят того, чтобы их рассмотреть. Но проблема с ними в том, что они основаны на плохо проработанной методологии. Вот эту методологию я вкратце очертил. Вот у нас есть парадигмальный случай. Парадигмальный случай – это человек. И чем дальше мы удаляемся от парадигмального случая, тем меньше вероятность того, что в других случаях существует сознание. То есть нам легче всего поверить, например, что сознание есть у шимпанзе. Шимпанзе очень похоже на человека. И нам гораздо сложнее поверить в то, что сознание… Ну, как гораздо? Нам гораздо сложнее поверить в то, что сознание есть у восьми ног. Просто гораздо дальше от нас находится этот организм. Но, да, тем не менее мы допускаем, например, что сознание может быть у инопланетян, которые могут оказаться тотально у нас непохожими. Да, допускаем, безусловно. Но здесь просто нужно понимать, о чем это говорит, как это нужно интерпретировать. Ведь мы, если мы вспомнили об анимизме, мы можем сказать, что мы допускаем сознание и у деревьев, и у гор, и у рек. Да, да, да. И вот смотрите, например, тот же самый есть такой биолог, Майк Левин, он утверждает, что между клетками у растения или у животных, надо будет уточнить, тоже есть некий обмен данными. Просто у существ, обладающих нервной системой, этот обмен данными очень быстрый, ну, в сравнении с растениями. И вот отсюда вполне может быть так, что и растение в том числе как бы мыслит, но, например, оно просто мыслит гораздо медленнее, чем, например, существа с нервной системой. Ну и дальше там все правильно, да, один шаг до того, чтобы подумать, а может быть и камень мыслит, и гора мыслит, но просто одна мысль горы – это там миллион человеческих жизней. Ну, временной аспект – это вообще отдельная тема для разговора, которая очень часто забывается. Совсем не обязательно, что более медленные процессы означают хоть что-то для переживаний времени. Но, ладно, это не столь важно для нашего разговора. Смотрите, что бы я на это ответил. Вот все-таки между обменом информацией, которая протекает просто любыми клетками и работой нервной системы, есть некоторые различия. Я вот в связи с этим хочу вспомнить Готри Смита. Питер Готри Смит, такой хороший очень философ биологии, у него на русский язык, по-моему, две книжки переведены. Вот есть книжка «Другие сознания» Адам Айнс, там он, это часто делают вот такие, такого рода философы, и там он приводит свою эволюционную историю сознания. И вот он описывает мнение, которое произошло между периодом в истории Земли, по-моему, называется Диокарон, этот геологический период. Извините, если я неправильно произношу, я не уверен, на самом деле, что это корректно. Но, по-моему, это речь идет и по Диокароне, и после него идет кембрийский период. Вот между ними произошло некоторые изменения. Изменения следующие, что в Диокароне существовали живые существа, которые уже обладали нервной системой, но они жили в таком своего рода раю, он прямо использует этот термин, потому что не было охотников. Эти существа были прикреплены к морскому дну, ну или болтались там просто по морскому дну, или в толще воды, и никак не взаимодействовали с друг другом. И вот в них происходил обмен информацией, и цель этого обмена информации была в поддержании единства этого живого организма. Там был какой-то метаболизм, вот что-то происходило, как-то этот организм реагировал на увеличение освещенности, уменьшение освещенности и так далее. Но эта система не предполагала какого-то активного взаимодействия со средой. А вот потом появляются существа, способные охотиться. Они начинают активно взаимодействовать. И у них развивается нервная система, роль которой состоит не в том, чтобы поддерживать единство этого организма, а нервная система, которая как раз заточена под взаимодействием со средой. И вот источником сознания является именно система вот этого второго типа. Я использую пример, который Готфри Смит не приводит. Я, кстати, не уверен, что бы сказал Готфри Смит насчет этого примера. Этот пример использует Колин Макгин в своей книжке «55 философских провокаций». Вот у нас нервная система довольно развита. В том числе у нас есть такой кишечный мозг, как его иногда называют. То есть значительная часть нейронов, очень много нейронов сосредоточена в зоне кишечной. Они обеспечивают нормальное функционирование нашей пищеварительной системы. И вот мы с вами, наверное, согласимся с тем, что деятельность этой нервной системы не связана с сознанием. И она не должна быть связана с сознанием. С эволюционной точки зрения это не нужно. Вам не нужно сознательно контролировать работу своего кишечника. Вам нужно сознательно контролировать свои действия, которые влияют на окружающую среду, которые являются реакциями на вызовы окружающей среды. Вот это, мне кажется, звучит довольно правдоподобно. И вот если мы посмотрим на растения, то мы увидим своего рода идеокарнский рай. Мы увидим, что это такие существа, которые озабочены обеспечением внутренних процессов и очень слабо реагируют на раздражители в окружающей среде. Это не значит, что они совсем не реагируют. То есть, если мы возьмем какую-нибудь венериную ухоловку, мы увидим, что она реагирует очень быстро, например. И, допустим, я готов уступить такой тезис, что подобного рода реакции в растении могут быть связаны с каким-то сознанием. Ну, допустим. Но у нас нет просто эволюционного объяснения того, почему процесс обмена информации между клетками в растении связан с сознанием. Это не имеет смысла с самым точкой зрения. Вот так вот я бы говорил. А у животных? Потому что есть же сейчас эксперименты, мы уже упоминали сегодня, и врановых, и слонов, и шимпанзе, по-моему, где доказывается, что есть не просто сознание, и самосознание. Знаете, ну, тут, наверное, очень сложно спорить. Врановые и слоны, и тем более шимпанзе, это животные, которые не только показывают очень хорошие результаты при выполнении тестов и показывают очень высокий уровень интеллекта, они просто очень близки к нам в эволюционной лестнице. То есть, это животные, которые обладают очень похожим мозгом на нашу. У нас структура очень похожая. Поэтому, если и приписывать кому в сознание, то им 100%. Ну, тут поправьте меня, если я ошибаюсь, у врановых вообще нет ниокортекса. Знаете, у них есть некие зачатки. Вот я помню, что у рептилии есть такая часть, которая, по-моему, называется вулст. Вулст – это немецкий опухоль по-немецки. То есть, это зачатки неокортекса. Но все-таки, знаете, есть еще такая теория, midbrain theory, теория срединного мозга. Забыл сейчас фамилию автора. Не все ученые сейчас однозначно согласны с тем, что сознание связано только лишь с корой. Вполне может быть, что более древние структуры отвечают за сознание. В частности, вот этот вот средний мозг. Ну, есть теория, что и вообще все тело отвечает. Да, да, embodiment – теория воплощенного сознания. Да, там тоже много всего интересного. Ну, то есть, смотрите, получается, что все-таки современная теория сознания допускает возможности существования иных сознаний, чем человеческая. Это, да, это безусловно так. Разве что Декарт в XVII веке это отрицал, но так-то на протяжении истории большинство исследователей, большинство философов с этим согласны. Но мы, а так-то так, допускаем ли мы, что это сознание может быть совсем принципиально иным феноменом, чем наше? Потому что мы ведь на самом деле довольно самовольно говорим о том, что, слушайте, ну, если вот там у мухоловки, упомянутой сегодня, да, есть сознание, то оно какое-то примитивное в сравнении с нашим. Да, а что нам дает право сравнивать? Ну, нам дает право сравнивать сложность как раз устройства. Что здесь мы просто обнаруживаем некоторое соответствие между, кстати, вот это один из принципов, которые Тононти использует, но некоторое соответствие между феноменальными состояниями. То есть я вот вижу много различий. И состоянием физическим. То есть этим различием должно соответствовать различие в реализации. Если мы берем условно червясь и элеганс, по-моему, 302 нейрона у этого животного, и мы утверждаем, что этот червь может реализовывать сознание такого же богатства, как реализует, допустим, мой мозг сейчас, то мы говорим нечто очень странное. То есть структура опыта просто оказывается гораздо богаче, чем структура реализации. Вот в чем здесь. Но допущение существования сознания совершенно другого типа – это правдоподобное допущение. Просто здесь важно не делать резких движений. Вот, допустим, про осьминогов мы упоминали. Осьминоги – это животные, которые стоят на совершенно другой линии, на совершенно другом ответвлении эволюции. То есть общий предок осьминога и человек – это был какой-то червяк, у него была абсолютно примитивная нервная система, и точно совершенно он не обладал сознанием. А вот осьминоги, головоногие моллюски в целом, они пошли по альтернативному пути, и они демонстрируют очень серьезный интеллект. При том, что нервная система у них устроена совсем не так. То есть у них есть, конечно, централизация некоторая, насколько мне известно. Я, понимаете, философ, а не биолог. В общем, насколько я знаю, большая часть нейронов сосредоточена в щупальцах осьминогов. Знаете, удивительный, наверное, опыт – это не централизованный такой организм, это такая конфедерация частей. То есть каждая щупальца работает во многом независимо от всего остального. Вполне может быть, что есть то, каково это быть осьминогом, то есть есть сознание осьминога, но, допустим, применить к осьминогам теорию схемы внимания мы не можем. Ну, субстрат не позволяет. Они слишком централизированы для этого. И глобальное рабочее пространство тоже плохо применимо к осьминогам. Пока что, наверное, мы находимся не на столь высоком уровне развития теории сознания, чтобы просто легко переходить к подобного рода сложным случаям. Мы можем их исследовать, мы можем набирать эмпирический материал, но для однозначных выводов, наверное, еще очень мало. Улыбаюсь, потому что давно уже довольно читал такой научно-фантастический роман, основная идея которого была в том, что в будущем изобрели некие гаджеты, продуцирующие у человека такие своеобразные трипы. Но трипы были следующие, что человеку можно было на несколько минут почувствовать физически и, может быть, ментально, каково это быть кошкой, собакой. Ну, то есть как бы перенести сознание туда. Так вот, там самой жесткой историей был как раз осьминог. И считалось, что это вообще как бы смертельно опасно. И там несколько секунд ощущения человеком, каково это быть осьминогом, приводило, ну, там, как минимум, к помешательству, а чаще всего вообще к каким-то катастрофам. Слушай, очень интересно. Действительно, это... Действительно, вот если мы берем не беспозвоночных, то головоногие моллюски – это самые умные существа, да? Я не знаю, наверное, кто-то еще есть, но вот это очень хорошо описано в литературе. Существа, но как будто специально природа сделала так, чтобы они полностью отличались от нас. Вот, например, у них... Они неплохо описываются теорией воплощенного сознания. Вот мы ее упоминали сейчас, да? Воплощенное сознание предполагает то, что у вас вот есть тело, которое вами используется для выполнения каких-то когнитивных задач. Тело осьминога – это такая аморфная штука, которая может принимать абсолютно любые формы. То есть осьминог может просочиться в какую-то безумную узкую щель, он может там раздуться, наоборот, вытянуться в струну и так далее. И если даже говорить о каком-то воплощенном сознании этих существ, то оно должно быть настолько отличным от того, что мы знаем. Ну, просто другой полюс абсолютно. Но это все является предметом философских спекуляций. Я выдержанную скептическую... Кстати, вот я упоминал Готфри Смита, как раз вот эту книжку, она в основном про осьминогов. И Готфри Смит очень тоже такую выдержанную точку зрения принимает. Он не делает однозначного вывода. Он просто показывает, какие у нас есть отличия, и что осьминоги могут. У нас есть основания считать, что они очень умные, но перенести сознание с человека на осьминога мы однозначно не можем. То есть это что-то совсем другое. Ну, вот там примерно такой в той книжке был вывод. И там запретили, в общем, в итоге... Интересно, как это устройство работало. Ну, нет, ну это все-таки там научный фантастический роман. Да, там все что угодно может работать. Наверное, финальный вопрос. Он всегда примерно одинаковый у нас ко всем гостям, он про будущее. Как вы думаете, на горизонте там в 50, может быть, в 100 лет, куда доберется философия сознания? Придем ли мы к тому, что будет некая там единая теория всего? Мы ее все примут и будут считать, да, вот все, мы уверены там. Есть так, так и так. Сознание работает вот так, так и так. Ну, примерно как, не знаю, но все равно плюс-минус все сходятся. Там есть таблица элементов Менделеева. Или еще что-то из естественных наук. 50 лет. Будет ли, да, будет ли, не знаю, совсем другая гипотеза, да? Мы создадим искусственный интеллект, и он нам объяснит, что такое наше сознание. В общем, вот как думаете, куда все это двинется? Вот второе. Второе, да? Да, мне второе нравится. Ну, что значит объяснить? Вот давайте я проясню свою позицию. Философия – это такая штука, которая развивается неизолированно. Ну, вообще никакая область знаний изолированных не развивается. Если кто-то так считает, я думаю, это все-таки иллюзия. И философские теории прогрессируют вместе с общим прогрессом знания. Вот я проиллюстрирую это с следующим утверждением, что если не будет технического прогресса, наши теории сознания не сдвинутся никуда. Для того, чтобы этот прогресс, для того, чтобы прогресс в теориях сознания имел место, нам нужен какой-то культурный прогресс, нам нужен технический прогресс. И вот в сфере искусственного интеллекта имеются очень большие, конечно же, перспективы. В каком смысле искусственный интеллект может нам объяснить, что такое сознание? Не в том смысле, что искусственный интеллект будет очень умным, захватит нас и просто создаст самую универсальную истинную теорию всего на свете. Я не думаю, что это подобно. Скорее, мы поймем лучше, что такое сознание, когда мы будем пытаться его создать. Одна задача – это обратный инженерик, когда вы берете какой-то прибор и пытаетесь этот прибор проанализировать и понять, как он работает. А другое дело – это просто инженерная задача создать прибор для каких-то целей. И вот если мы поставим перед собой цель… Такая цель я неоднократно ставил, просто не очень успешные попытки, как мне кажется, были. Если мы поставим цель создать искусственный интеллект, обладающий сознанием, мы в этой цели преуспеем. И в ходе этого процесса, в ходе решения этой инженерной задачи, мы поймем очень многое относительно сознания. Но вот в конце концов… Я вот сейчас просто с таким кристальным шаром сижу буквально, я вот говорю вам про будущее. Будет прямо интересно через 50 лет посмотреть. Смотрите, что, на мой взгляд, произойдет. В истории науки неоднократно происходили следующие сдвиги. Было некоторое понятие. У этого понятия… Это понятие было включено в какие-то теории. И эти теории не предполагали какой-то эмпирической проверки. Вот классический пример – это понятие пустоты. Есть такая книжка «Левиафан и воздушный насос» про Гоббса и Бойля. И потом приходит какой-то ученый и начинает этот же феномен пытаться исследовать эмпирически. И оказывается, что это не тот же самый феномен. Вот, например, многие философы считали, что природа не терпит пустоты. Аристотель, Декарт, Гоббс так считали. То есть, все в мире заполнено. Пришел Бойль, изобрел воздушный насос, показал, вот мы опускаем поршень, между поршнем и стенками цилиндра – пустота. Ему отвечают – нет, это не пустота. По определению, природа пустоты не терпит. Там что-то есть. Откуда на том взялось, мы не знаем. Но там есть вещество. И в итоге мы сейчас согласны с Бойлем, а не с Гоббсом, например. То есть, мы считаем, что пустота в природе есть. И эта пустота – это некая физическая пустота, а не некая метафизическая какая-то философская пустота. И мне кажется, что нечто подобное произойдет с понятием сознания. То есть, сейчас мы с вами говорили о квале. Квале – это метафизическое понятие. Это вот такая философская пустота. И для того, чтобы это понятие было преодолено, мне кажется, просто неизбежно оно будет преодолено, оно должно стать предметом именно эмпирического исследования. Пока мы не видим консенсуса в этом плане. Мы не видим того, какое понятие, во что может превратиться квале с точки зрения эмпирических наук. Но я думаю, что лет через 50, лет через 50 или может быть и раньше, нечто подобное произойдет. Просто произойдет вот такой сдвиг в исследовании сознания, когда одно понятие будет заменено другим. И я, если позволите, еще минутку, несколько минут займу. И раз уж мы начали говорить про искусственный интеллект, я сказал о том, что исследования сознания будут, на мой взгляд, очень сильно продвинуты вперед попытками смоделировать сознание в искусственном интеллекте. Вот сейчас мы наблюдаем такую ситуацию парадоксальную, когда философы и ученые задают вопрос, а вот есть ли сознание у искусственного интеллекта? И они применяют теории сознания к каким-то существующим уже моделям искусственного интеллекта. Вот искусственный интеллект во многом, я имею в виду конкретные системы, рассматриваются как другие живые организмы, как если бы мы взяли осьминога и начали бы его следовать, есть ли у него сознание. То есть мы берем, ну я таких серьезных исследований не знаю, но допустим, мы берем какую-нибудь большую языковую модель, берем какой-нибудь GPT-4, и задаем вопрос относительно него, есть ли у него сознание или нет. Это вот сам такой подход, что мы смотрим на эти системы, не как на то, что мы моделируем таким образом, чтобы это было сознание, а как на то, что само является предметом, взятым из окружающей среды, и тестируемым нами в лабораторных условиях. Вот самый подход говорит о том, что недостаточен уровень развития наших теорий сознания для того, чтобы делать какие-то заключения о сознании искусственного интеллекта. Очень интересная, как вы понимаете, тема, с удовольствием бы еще часок на эту тему поговорил, но, как я понимаю, мы должны заканчивать. Да, у нас два часа, но я думаю, что мы можем как-нибудь еще организовать, потому что у нас тема искусственного интеллекта это одна из сквозных во всей серии, и, конечно, там возникает колоссальное количество очень неожиданных вопросов, над которыми раньше просто не было актуально задумываться, например, если на Земле появится более сильный интеллект, то в чем тогда роль человеческого, ну и так далее. Антон, спасибо огромное. Я надеюсь, что, правда, как-нибудь еще продолжим, потому что тема необъятная, и у нее вот все больше и больше еще появляется аспектов, которые раньше казались вообще какими-то сторонними, а сегодня мы про них говорим. Говорим про сознание растений, животных, искусственных объектов. Ну, человек, само собой. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Друзья, спасибо, что были с нами в этом выпуске, и присоединяйтесь к следующим выпускам подкаста «Носфера». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...